Бори Валиев. Это самый старший брат моего дедушки. Родился в 1921 году. В ряды Красной Армии его призвали в 1942 году. Он служил снайпером на Сталинградском фронте. В конце августа 1942 года он был тяжело ранен. Раненых увозили с поля боя на повозках. Эта колонна попала под бомбежку. С августа 1942 года Бори Валиев числится пропавшим без вести. Сохранилось только три его письма с фронта и единственная фотография. Абдулкадыров Абдулхабир. Это второй брат моего дедушки. Родился в 1924 году. В январе 1943 года он узнал, что его старший брат Бори Валиев пропал без вести. У Хабира появляется желание отомстить за любимого брата. В ноябре 1943 года его принимают в инженерную бригаду саперов-штурмовиков. Он воевал на Втором Белорусском фронте. Также он гнал врага из Польши, Германии. Участвовал в штурме города Кёнигсберг, где был ранен. После войны жил в городе Казань. Работал на авиационном заводе. Султан Юсупов. Это старший брат моей бабушки. Родился в 1920 году. На войну его призвали в 1941 году. Он воевал на Втором Белорусском фронте. В 1942 году он попал в окружение. Был тяжело ранен. Он оказался в плену в польской тюрьме Дембли. Именно там он встретил татарского поэта Мусу Джалиля. Вместе они создали подпольную организацию «Идель-Урал». Тяжелые военные годы оставили след жизни султана. Он стал инвалидом. Заки Юсупов. Это второй из братьев моей бабушки. Родился в 1923 году. На войну его призвали в 1941 году. Он воевал на Первом Украинском фронте. Также он участвовал в боях по освобождению Москвы, Западной Украины, Польши. Принимал участие в боях и на территории самой фашистской Германии. 7 марта 1945 года в боях за немецкий город Беслау. Он был тяжело ранен. Вернулся домой инвалидом. Ходил с тросточкой. Каждый из моих родственников был награжден орденами и медалями. Я очень люблю своих родственников. Даже тех, которых не видела. Я уверена в том, что они были смелыми, добрыми людьми. Спасибо за победу! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова